МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сетях задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Как обстоят в Новосибирске ситуации с безработицей? Сколько в Новосибирске выпили крепкого алкоголя? И каков самый большой выигрыш в лотерею в этом году? Смотрите далее. Шесть российских городов-миллионников определили свои границы. Как сообщает российская газета ВГРН, внесены границы Новосибирска, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда и Краснодара. Также известно, что всего за январь-март 2019 года в Госреестр недвижимости внесены сведения о почти двух тысячах границ населенных пунктов. Больше всего в Чуаши, Краснодарском и Алтайском краях, Белгородской, Владимирской и Тюменской областях. По мнению экспертов, установление четких границ позволяет предотвратить махинации с земельными участками и их использование не по назначению. Количество безработных в Новосибирской области растет. Данные публиковал Новосибирскстат. Как говорится, в отчете в апреле на учете в органах занятости населения состояли 15 294 человека, что на 15% больше, чем в апреле 2018 года. В целом же безработных в регионе более 19 тысяч человек. Новосибирская область потеряла позиции в рейтинге благосостояния семей. Об этом сообщает РБК. По данным издания, эксперты провели исследование и пришли к выводу. У обычной семьи с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, после всех обязательных выплат остается максимум 44 тысячи рублей. В Новосибирске этот показатель почти на 20 тысяч меньше. Это и стало поводом для падения региона на 47-ю строчку национального рейтинга. Инвестиции в основной капитал малых предприятий в Новосибирской области в этом году превысили 2,5 миллиарда рублей. Из них львиная часть на предприятиях научной сферы. По данным госстатистики, инвестиции составили 1,265 миллиарда рублей. На втором месте по объему капиталовложений и строительства – 401 миллион рублей. Третье место за обрабатывающим производством – 364 миллиона рублей. При этом предприятия научной сферы демонстрируют самый высокий рост средних зарплат среди работников в этом квартале. В среднем на треть. Объемы розничных продаж крепкой алкогольной продукции в регионах страны почитало рост алкоголя регулирования. По данным ведомства, больше всего такого алкоголя реализовано в первом квартале в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Ниже расположились Татарстан, Алтай, Красноярский край, Свердловская область. На Новосибирскую область переходится около 1,5% от общего объема продаж или 352,5 тысячи декалитров крепкого алкоголя. Всего же в России в первом квартале этого года продали свыше 24 миллионов декалитров. В продолжение темы. Антиалкогольную политику обсудили активисты ОНФ. В дискуссии принял участие супредседатель Центрального штаба движения Леонид Рошаль. Цитирую. В настоящее время в России принято много действенных мер по снижению потребления алкогольной продукции. Долгожданный результат – уровень смертности населения начал снижаться. Наша задача сегодня – проработать новые меры, чтобы максимально эффективно достичь поставленных президентом РФ задач снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Конец цитаты. Напомню, что по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно алкоголь убивает в мире более 3 миллионов человек или каждого 20-го. Россия в рейтинге алкогольной смертности занимает третье место. И напоследок. Житель Чехии выиграл в лотерее 55 миллионов евро. Как сообщают западные СМИ, выигрыш стал вторым по величине в истории страны. Мужчина сорвал джекпот одной из европейских лотерей в течение года. Может обратиться за выигрышем. Примечательно, что призовой фонд налогом в этой стране не облагается. Ну на этом у меня все. Вы смотрели деловые новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok